Музыка Привет всем, меня зовут Тимир Баева Адалина, мне 10 лет. Я хожу в художественную школу. Люблю танцевать, снимать видео на свой планшет. Помогаю маме нянчиться со своей сестренкой. Умею хорошо готовить. Заниматься теннисом. Хочу чему-то новому. Увидеть весь мир. Я живу в Ногаево. С мамой, с папой, с бабой. Я есть братиком Сашей. У меня самая лучшая семья. У меня есть домашнее животное. Мечтаю стать знаменитым киноактером или ведущим. Дизайнером. Очень хочу стать президентом. Супер гонщика. Реалити-проект «Звездочки экрана» это уникальные телекурсы для талантливых и творческих малышей, а также их родителей, которые мечтают вести своих чат на абсолютно новый уровень. Уровень высоты и таланта стать настоящими звездами. Благодаря урокам вокала и хореографии, моды и красоты, кулинарии и фитнеса, а также опытным педагогам и психологам, малыши станут настоящими звездами экрана. На кастинг, объявленный телеканалом М-Телевизион, пришли участники в возрасте от 4 до 12 лет для занятий у ведущих специалистов медиарынка. Однако до финала проекта дойдут лишь 10 претендентов, по мнению членов жюри, а победителя определят зрители в ходе интернет-голосования на сайте телеканала М-Телевизион. Аликс, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, что самое сложное в работе подиумной модели? Не знаю, стоять на каблуках, быстро одеваться? Нет, Аликс, самое сложное в работе подиумной модели это быть стройной, ходить с прямой спинкой, ну и, конечно же, всегда быть на... фотогеничной, прям как ты сейчас. Генеральный партнер программы Баштел. Вокальная школа при театре-студии Айдар. Центр танцевального искусства Е-Дэнс. Студия рисования песком Солнечный дом. Художник Руашанья Батриддинова. Модельное агентство Премьера. Образовательный центр ЕС. Психолог Ольга Аверина. Бутик детской одежды Божья коровка. Ресторанный комплекс Альпинхоп. Уфимский аквапарк. Детский центр интенсивного развития «Точка роста». Семейный ресторан «Вкусландия». Мы будем с вами делать постановку. У нас с вами очень мало времени, поэтому я прошу не пропускать, ходить на каждое мое занятие и слушать внимательно и все запоминать. Договорились? Да. И не отвлекаться. Давайте еще раз сейчас встанем. Кто пониже у меня? Вперед. Идем, красавица. Ты что там? Вместе со мной будем учить. Так, кто еще пониже? Мальчики. Спину выровняли. Выпрямились. Ручки опустили, пальчики внизу. Плечики назад тянем, да? И подбородочки приподняли. Левый шаг. Поворот. Но поворот стоп. Мы поворачиваемся боком. Боком. Посмотрите, вот там зрители. Вы должны на них посмотреть. И правый шаг раз. Левый два. Повернулись. Посмотрели на зрителя. Молодцы. И вот вы выйдете вдвоем. Вот ваша первая точка. Да? Вы идете вперед. Вот здесь наша точка, где вы показываете моду. Да? Моду показываю. Вы показываете себя. Да. Вы можете поменяться. Да? Как-то красиво. Но это импровизация. У вас будет время на подготовку. Вам понятно? Ну, мне кажется, нет ничего сложного, если дома тренироваться. Делать разные позы. Изучать и не лениться. Нужно очень красиво держать осанку. Нужно шею всегда ровно, чтобы она стояла. Надо, чтобы была одежда очень красивая. Нужно покупать хорошую одежду. Надо красиво именно ходить. Надо изучать все. Ну, вот. И все. Я Евелина Семеновна. Мне 10 лет. У меня очень большая и дружная семья. Я из школы номер 38 учусь в четвертом А-классе. Я очень люблю лепить из полимерной глины, рисовать куклом наряды, ездить на роликах и велосипеде. У меня есть заветная мечта сниматься на телевидении и увидеть весь мир. Я еще не определила, с кем я буду в будущем. Может быть, буду архитектором, может быть, буду дизайнером, а может, буду вести какую-нибудь детскую программу. Ну, я уверена, что проект «Девяточки экрана» станет началом моей мечты. Да, только на длителе это делать. Да, мальчишки, вы можете вообще встать руки в боки. Только сделайте это асинхронно, одинаково. Пришли и вдвоем руки. Раз. Да. Да, например, ребят, спинку очень сутулишь, а так выше ведь могла быть, сантиметров на пять как минимум. Утягивайся. Так, помочь вам надо? Давайте. Выпрями спинку. Так, что вы хотите? Я сам как-то по-другому, а я по-другому. Ну так, давайте, как? Сейчас. Давайте. Так, хорошо, давай. Мы начинаем готовиться к их большому выступлению в рамках проекта «Звездочки экрана», который будет в декабре, да, это ближе к Новому году. Мы готовимся к сцене, то есть сцена, это более большая площадка сцена, и нам нужно привыкать, чтобы дети привыкали, чтобы будет больше места, больше площадка, то есть где они друг друга должны видеть, чувствовать, как-то вместе находиться на этой сцене. И мы потихонечку приступаем к тому, что мы будем работать сейчас на постановке, и мы из маленьких деталей будем собирать в итоге одну большую красивую постановку. Я надеюсь, что она будет просто потрясающе. Субтитры сделал DimaTorzok Артур, я вообще не понимаю, зачем нужны уроки рисования. Алекс, о чем ты говоришь? Уроки рисования – это творчество, это искусство, это полет фантазии. Артур, улыбнитесь. Зачем? Вот это я понимаю – искусство. Здравствуйте, мои дорогие! Столько времени прошло, я уже соскучилась. Сегодня мы с вами будем делать эскиз к нашей футболке. В следующем занятии мы уже будем с вами заканчивать. Ребята, посмотрите, вы туловище нарисовали. Теперь мы делаем декоративные элементы внутри. Это могут быть цветочки вот здесь вот, или вот такие квадратики, кубики прямоугольные. Мы будем вот повторять основу, брать отсюда. На вашу фантазию я сейчас вот пройдусь, посмотрю, как вы сделаете. Можем вот такую полосатую рыбку сделать. Здесь вот такое уши в виде цветочка сделать. А можно другую? Можно другую, конечно. Глазик тоже в виде цветочка, видите? Она сразу становится добрее. Можно здесь внутри окошки какие-то, двери нарисовать. И будет целый мир неповторимый ваш. Можно, конечно, можно. Можно вот такие квадратики нарисовать внутри и разукрасить разноцветными. И тоже будет очень красиво. А в квадратиках уже можно наделать вот такие точечки. Или какие-то узоры опять-таки, волны. Или окошко какое-то нарисовать. Или крестик. Или кружочки большие. Давайте я сейчас пройдусь и посмотрю, как у вас там получилось. Вот, прекрасно. Очень удивленная рыбка у тебя получилась. У меня? Да, с такими глазками. Вот моя... Слишком мелковато получилось. Покрупнее делай квадратики, ладно? А то тебе потом разрисовать будет сложнее. Вот эти мелкие вещи старайтесь покрупнее делать. Ух ты, у тебя какая большая рыба. У тебя как воздушный шар. Только смотри, чтобы вот эта рыбка у тебя поместилась в футболку твою. А то ты сам же не такой большой, наверное. Надо будет... Вот так будет? Да. Ну ладно, хорошо. Мне самой сегодня очень понравилось. Во-первых, детей даже разговором не отвлечь было. Творчество. И настолько им это тоже вдохновило. И как можно любиться? Я считаю, что только вот тем, что им это нравится. И понравилось именно не то, что мы реалистично делали, а декоративно пытались вот эти элементы какие-то разные. Они должны были свою фантазию еще тут. Поэтому, мне кажется, вот это все в тубе и создало нашу картинку. Мы планируем на следующее занятие перенести на футболку и уже расписать на футболку. Молодец. Теперь у тебя просто полосатая будет? Ну, хорошо. Ну, что-нибудь не будешь там нарисовать, дополнять, чтобы интереснее было? Да, может здесь как будто вот такие луга разноцветные, а здесь цветочки растут или какие-нибудь деревья растут. Можно так вот сделать. Чтобы это была не простая рыбка, а волшебная рыбка у нас. Ты решила сделать как настоящую, чешуей. Вот здесь, когда по ткани, нам надо, смотри, вот эта вот вся площадь одним цветом у тебя будет, она покрыта. Давай разделим ее, пусть она будет, вот у тебя вот эта есть, хотя бы чтобы вот эти четыре цвета разных было, чтобы красивее было. Ладно? Вот еще раз повторяю. Дай, пожалуйста, свою рыбку. Вот смотрите, вот когда вот много вот таких мелких деталей, да ведь, нам нужно будет красить их покрупнее. Вот, например, вот эту полоску одним цветом, а вот эти уже, как карандашом, которые нарисованы контуры, мы будем делать контуром. Это специальная краска есть. Потому что вот такие тонкие линии уже той краской будет сложно вам сделать. Кончиком прям обводим, чтобы ровненько у нас было, и потом ложим кисточку. И движение не хаотичное, вот так кисточку, когда будем разукрашивать, а как будто гладим эту рыбку. Я смотрю, многие из вас закончили. Главное, вы поняли суть, что нам нужно сделать декоративную яркую рыбку. И, пожалуйста, на следующем уроке вы принесете законченную и уже перенесенную на ткань, на вашу футболку карандашом эту рыбку. И мы на следующем занятии будем с вами уже специальными красками по ткани расписывать вашу футболку. Что мы делаем с вами? Что мы делаем? Что? 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 Го-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Го-о-о-о-о-о-о! Генеральный партнер программы «Баштелл». Вокальная школа при театре-студии «Айдар». Центр танцевального искусства «Е-Дэнс». Студия рисования песком «Солнечный дом». Художник Руашанья Батридинова. Модельное агентство «Премьера». Образовательный центр «Ес». Психолог Ольга Аверина. Бутик детской одежды «Божья коровка». Ресторанный комплекс «Альпинхоп». Уфимский аквапарк. Детский центр интенсивного развития «Точка роста». Семейный ресторан «Кусландия».